МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы, в течение какого времени человек делает о вас первое впечатление? Он делает это в течение первых 10 секунд. Сначала он считывает информацию о вас по вашей одежде и аксессуарам, а потом уже следит за вашей осанкой, жестами, манерой говорить. И уже в последнюю очередь он оценит ваши интеллектуальные способности. Важно ли задумываться о том, во что вы одеты? Безусловно. Вы смотрите «Новое утро» с вами Жаргама Бадмаева. Сегодня мы поговорим об одежде и ее влиянии на первое впечатление. В этой теме мне поможет разобраться Людмила Бубенцова, имиджмейкер-стилист. Встречайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, Людмила, первый сразу вопрос. Что вы можете сказать обо мне, по моему внешнему виду? Считайте меня по одежде. Ну, самое интересное, что вообще оранжевый цвет – это цвет для смелых. О, да? Да, конечно. Оранжевый – это вообще антидепрессант, на самом деле. Апельсин, вот этот вот мандарин, это вот все. Да, ваш цвет больше похож на такой силийский апельсин, потому что здесь что-то красное, оранжевое, желтое. Поэтому, на самом деле, вы даете эмоцию, энергии, жизни, смелости, дружелюбия. В то же время, очень такое все экстравагантное. Ой, здорово. Мне кажется, Людмиле удалось это прочитать, потому что, во-первых, это же новое утро, и у нас цвет оранжевый, и действительно хотелось через одежду передать энергию. И хорош в настроении. Да, и значит, мне удалось это сделать. Да, конечно. Вау, здорово. Вы повлияли на меня. Да, здорово. Спасибо большое. Присаживаемся. Ну, а я, конечно, не обладая такими знаниями, как вы, хочу сказать о вас по вашей одежде, что вы очень элегантная, стильная, красивая. Вы такая кошечка. Спасибо большое. На самом деле, да. Да? Анималистичный принт – это как раз-таки немного говорит о том, какие мы внутри, какие наши черты характера, и почему мы их надеваем, потому что мы хотим привлечь какое-то внимание. А как вообще, вот я не могу понять, как вообще одежда влияет на восприятие человека, то есть на эмоции, вот на это всё. То есть, да, это как-то… На самом деле, это посыл. Это эмоциональный посыл. То есть, как только вы предстаёте перед человеком, вы бессознательно посылаете ему определённую информацию. И, конечно же, он бессознательно считывает. Из-за цвета, из-за вашего силуэта, даже глядя на ваши аксессуары, можно уже бессознательно почувствовать, нравитесь вы ему или нет, будет он дальше с вами продолжать отношения или нет. Как интересно. То есть, а если я даже не вкладываю в одежду, в выбор одежды, аксессуаров, что-то, я всё равно говорю о чём-то? В любом случае. Поэтому и нужно обращать внимание, что если вы создаёте свой имидж, конечно же, нужно позаботиться, как вы влияете на человека. Имидж, имидж, должен ли быть имидж, скажем так, в каких-то организациях? Обязательно. Это называется корпоративный имидж, когда вы продумываете, какие ценности вашей компании, и через что вы будете транслировать это всему окружению, вашим клиентам, конечно же, в том числе. Допустим, условно, человек занимает очень высокую должность, скажем там, генеральный директор. Он что, должен ходить в какой-то определённой одежде? Классический стиль, конечно, для него, смотря какая компания, опять-таки. Вдруг это какие-то IT-технологии, у него будет совершенно другой подход. Но если нужен этот высокий уровень консервативности, конечно, классический стиль он всегда в приоритете, потому что он, на самом деле, даёт вот эту сдержанность, собранность, поэтому таким людям больше доверия. Интересно. То есть всё-таки мы так или иначе, выбирая утром одежду на работу, ну, неважно куда, мы этой одеждой выражаем свои эмоции. Совершенно верно. И только эмоции, ещё свой профессионализм. Вот сегодня мы энергичные. Это целая, не знаю, мне кажется, десятки книг написано о психологии одежды, да, или как правильно сказать? Да, вообще цвет – это вообще магия настоящая. Магия, да. Здорово. Но о цвете мы поговорим чуть позже. Кстати, об эмоциях, дорогие зрители. Мне кажется, нужно уметь выражать свои эмоции не только через одежду, но и, в принципе, говорить о том, что ты чувствуешь плохо тебе, счастлив, радуешься ты или нет. Вот как раз-таки детям это очень сильно нужно, уметь выражать свои эмоции. И как это делать правильно, смотрите далее в рубрике с нашим психологом. Умение адекватно выразить эмоции – важный навык, который поможет ребёнку лучше проявить себя, контролировать поведение, устанавливать продуктивные связи с другими. Если не развивать эмоциональные способности ребёнка, он не научится контролировать свои эмоции и управлять ими. Ему будет трудно справляться со стрессовыми ситуациями, появятся проблемы с выражением собственных желаний, пониманием самого себя. Таким человеком будет легко манипулировать, управлять. Так как же научить ребёнка выражать эмоции? Первое. Учите ребёнка проговаривать и распознавать эмоции. Например, я злюсь, я рад, мне страшно, я скучаю, я грущу. В распознавании эмоций помогает совместное чтение книг. Спрашивайте, что чувствуют герои, что почувствовал бы ребёнок, окажись на их месте. Говорите и показывайте свои эмоции. Второе. Разрешите ребёнку испытывать эмоции. Все эмоции нужны нам, все они сигнализируют о чём-то важном. Нет хороших и плохих эмоций. Например, считается, что детям можно радоваться, а злиться нет. Это неправильное убеждение. Ребёнок, который может выразить злость, не боясь осуждения и отвержения, сам сможет в будущем отстаивать себя и своё мнение. Третье. Не обесценивайте эмоции ребёнка. Опыт жизни у взрослых и детей разный. То, что нам кажется пустяком для ребёнка, большое событие. Там может быть много эмоций. Тогда надо быть рядом, помочь понять, что произошло и поддержать. Четвёртое. Проявляйте уважение к эмоциям ребёнка. Вы можете держаться своей линией воспитания, не идти на поводу у ребёнка, не соглашаться с ним в чём-то. Но при этом вам следует принимать его эмоции и помогать их проживать. Выдерживайте недовольство, несогласие ребёнка. Это сильно поможет ему в будущем держаться своего мнения и не бояться отвержения осуждения со стороны других. Пятое. Про способы выражения эмоций. Например, в состоянии злости ребёнку можно покричать в подушку или потопать ногами, высказать недовольство, несогласие. Но нельзя бить других и предметы вокруг. Когда грустно или обидно, ребёнку можно и нужно поплакать. Не стыдите за слёзы. Для детей плакать – необходимый и естественный канал выражения эмоций. Через слёзы уходит напряжение и становится легче. Когда ему страшно, предложите нарисовать страх, а потом разорвать листок. Если у вашего ребёнка есть трудности в выражении, понимании собственных эмоций, вы можете обратиться к специалистам Центра практической психологии. Психологи Центра проводят занятия по развитию эмоционального интеллекта в мини-группах и индивидуально, готовы оказать помощь родителям в вопросах эмоционального воспитания детей. Человеческий мозг устроен таким образом, что в первые несколько секунд формирует своё мнение о человеке. Это называется эффект первого впечатления. Формируется оно непроизвольно, подсознательно. Ты даже не успеваешь понять, что мозг уже сделал выводы, которые вследствие повлияют и на общение, и на доверие, и на симпатию в целом. Кстати, на первое впечатление влияет несколько факторов. Первое – тембр голоса. Второе – эмоциональный окрас разговора. Третье – особенности поведения. И четвёртое – внешний вид. Несмотря на то, что мы выделили четыре фактора, влияющие на формирование первого впечатления, именно внешний вид собеседника играет особо важную роль и говорит о тебе намного больше, чем ты думаешь. Людмила, что для вас значит одежда? Что для вас значит стили? Согласны ли вы с тем, что я сейчас сказала? Конечно, полностью согласна. Одежда – это первое, что производит впечатление. Потому что мы считываем бессознательно и о многом говорим, судя по вам. То есть всё-таки встречаем по одежке, конечно. Да, это правда так. Это так работает. Ну а что для вас значит одежда и стиль? То есть это, я так понимаю, даже больше, чем просто элемент гардероба? Конечно, если мы все в развитии, если мы стремимся расти и развиваться, нам непременно, рано или поздно, приходит тот момент, когда мы должны позаботиться, как мы выглядим. Как для других нам вызывать ещё больше доверия, как для других нам становиться лучше, профессиональнее, экспертнее. Поэтому одежда – это инструмент. Инструмент, да. Вот мы сейчас так много говорим, мне кажется, о женщинах. Ну вообще, мы с вами женщины. И сразу, мне кажется, мы как-то сразу автоматически говорим о женщинах. А вот про мужчин. Должен ли быть офис на стиле у мужчин? Как вообще, вот эта вот ваша теория, она применяется на мужчин или нет? Конечно, абсолютно всё то же самое, абсолютно те же правила и у мужчин тоже. Если у нас мужчина какой-то высокой консервативности, конечно же, у него будут классические костюмы, конечно же, определённые цвета, которые будут ему также помогать в достижении своих целей. А вот по возрасту, знаете ли, есть ли какие-то вот разграничения по возрасту? Вот, например, мужчина, там, 50 лет, ну вот ему вот нельзя носить укороченные джинсы? Или это всё вопрос вкуса? Даже, знаете, не вопрос вкуса, а скорее, какое мы хотим произвести впечатление. Вы представляете, если это будет какой-то солидный мужчина, и в коротких джинсах какое впечатление он будет производить? Лёгкости какой-то, небрежности такой, понимаете? Если он будет в джинсах полной длины, допустим, какого-то тёмного, синего, благородного цвета, у него будет совершенно другая эмоция. Боже мой, сколько тонкостей! Я даже никогда об этом не задумывалась. А ведь действительно, я вот сейчас вот сижу с вами, разговариваю, я ведь действительно, когда я ознакомлюсь с человеком, я смотрю в первую очередь почему-то на обувь. Вот это непроизвольно. И если я вижу, что у мужчины или у девушки чистая, красивая обувь, как у вас, например, у меня сразу, ага, этот человек, значит, очень аккуратный. Вот у меня вот так. Если я вижу человека, вот у него там обувь такая вся, знаете, грязная даже, пускай она будет там не модно, но грязная, у меня сразу какое-то вот, видите, какое-то вот оно, первое впечатление. Ужас! Оно же может быть обманчивым. Конечно, да. Именно поэтому важно тщательно выбирать гардероб. Да. Особенно, когда мы в процессе роста. В процессе роста. То есть в развитии, в бизнесе, когда строим команду и так далее. Конечно. Хорошо. А вот что касается цвета, вот мне кажется, прям основную, важную вот эту вишенку на торте, это цвет. Так ли это? Цвет имеет огромное значение, потому что это первое, что воспринимает человек. Сетчатка глаза первое, что видит этот цвет. Почему? Красный, но мы поговорим об этом. Он тоже сильно раздражитель, поэтому цвет это самый важный. А я вас сейчас раздражаю? Нет, у вас не красный цвет. Хорошо. У вас оранжевый цвет. Хорошо, потому что я такая напряглась немножко, потому что это же палец. Наоборот, радуете. Радуете. Все, замечательно. А вот, Людмила, скажите, пожалуйста, как вы считаете, дизайнеры это равно стилисты? Конечно, потому что все то же самое, те же правила, те же цвета, те же цветовые сочетания, комбинаторика, конечно, да. Хорошо, отлично. Поэтому, дорогие зрители, я предлагаю посмотреть вам рубрику с Милой Жирбановой, коллега Людмилой. Она расскажет вам о том, как красиво наряжать дом. Смотрите далее рубрику. Почему нельзя покупать кожаный диван за 200 тысяч и стелить ламинат по 300 рублей за квадратный метр в одной квартире? С вами Мила Жирбанова, ваш дизайнер интерьера. Сегодня поговорим о правильном распределении бюджета при ремонте. Многие люди на начальном этапе ремонта в квартире даже не представляют, сколько нужно денег потратить на ремонт. У них нет четкого понимания стоимости, и это нормально, ведь каждая квартира индивидуальна. Нет четких цифр, от которых нужно отталкиваться. Но примерный план бюджета составить можно. Подумайте в первую очередь, какое максимальное количество денег вы готовы вложить в ремонт квартиры. Это очень важно, ведь эта цифра будет потолком во всех расчетах. Из чего складывается бюджет на ремонт? Во-первых, это непосредственно стоимость самих работ. Во-вторую очередь, это стоимость черновых материалов, штукатурки, расходников, проводов, теплых полов, электрочитка и прочего. А в-третьих, в бюджет закладываем стоимость чистовых отделочных материалов. Паркет или ламинат, плентуса, краска, обои, декоративная штукатурка, плитка и светильники. Я вам рекомендую придерживаться выверенных годами пропорций и воспользоваться диаграммой. Идея диаграммы в том, что в ремонте все должно быть пропорционально. Можно купить паркет за 10 тысяч рублей и нанять низкоквалифицированную бригаду. Но едва ли это будет разумно. Также странно будет смотреться плитка за 150 рублей и отдельно стоящая ванна из литьевого мрамора. Диаграмма поможет вам ориентироваться в пропорциях и держать себя в определенных рамках. В диаграмме вы видите бюджет на ремонт. Круг поделен на секции. Каждая из секций обозначает пункт, без чего обычно не обходится ни один ремонт. Эти пропорции плавающие и небольшая погрешность тут не страшна. Зная общий бюджетный ремонт, можно высчитать, сколько средств вы можете заложить на материалы, а сколько на оплату работникам. Кстати, тут наглядно видно, какой маленький процент на самом деле уходит на оплату услуг дизайнера. Задумайтесь об этом. Ведь с дизайнером идти в ремонт не так страшно. А главное, вы получите качественный, сделанный лично под ваши запросы, проект. С вами была Мила Жербанова, ваш дизайнер интерьера. Цвет и его влияние на восприятие тема настолько огромная, что по ней написаны десятки книг, научных работ и проведены тысячи исследований. Мы попробуем отразить некоторые основные моменты в психологии восприятия цвета. И вот сейчас, Людмила, сразу первый вопрос. Черный цвет. Почему именно черный цвет? Что вы хотели этим сказать? Что вы хотите этим сказать? Официальность, сдержанность, сила. Ну, если честно, то, какая вы были вот сейчас, сидели до этого, такая кошечка вся мягкая. Вот эти вот, знаете, рюши, вот этот принт и вот черный силуэт такой, знаете, держит форму. И у меня прям с вами так это... Вот такая прям действительно мощь, энергия, сила. Это действительно считывается. Ну, давайте вот приведем небольшой мастер-класс, пройдемся по цветам. Я так понимаю, это самые актуальные цвета этого сезона? Нет, это просто базовые цвета, которые мы используем. На основе их у нас образуется тона. То есть если мы добавляем в эти цвета больше белого, значит, это будет разбеленный, либо больше темного, значит, будет более насыщенный. Итак, дорогие зрители, сейчас небольшой мастер-класс от Людмилы Бубенцовой. Если вы выбираете себе одежду в этих тонах, то знайте, на что вы будете влиять, да? Что это будет значить? Мы говорим о самом-самом красном, потому что он всегда будет говорить о силе, о страсти, о мощи. Поэтому, когда у нас появляются, допустим, образы в каких-то... Можно следующий слайд сразу? Да. Допустим, в красном костюме, да, мы должны понимать, что... Там еще у нас было... Ну, это ничего страшного, вот такой костюм. Мы должны понимать, что мы производим впечатление вау только первые 40 минут. Первые 40 минут. Да, первые 40 минут впечатлением вау вы этого достигнете. Через 40 минут люди начинают уставать от этого цвета, от большой площади красного начинают уставать, и поэтому начинает уже другая эмоция возникать. Можно показать еще другие образы. Да, начинает возникать уже агрессия. Представляете, как это важно? То есть это как будто бы, знаете, вот прямо вот такая яркая точка, которая начинает раздражать, и глазам больно. Да, поэтому мы должны понимать, куда мы в таком образе идем. Куда мы в таком образе там должны идти? Если эффект вау, и вы будете 40 минут, пожалуйста, производите и удаляйте. Остальное время, все, да, я начала раздражать всем. О, боже мой. А я хотела купить костюм в такой, знаете, фуксе. А какие еще там образы есть, можно посмотреть. Или перейдем, давайте, к следующему цвету, да. В общем, делаем вывод. Если вы хотите произнести эффект вау, это все круто, но только первые 40 минут. Дальше вы будете просто раздражать людей. Это в ярко-красном цвете, то есть в основном красный цвет. О, любимая палитра, вот прям такая холодная, красивая, сдержанная, благородная. Всегда про сдержанность, да, профессионализм. Чаще всего вот дресс-код всегда идет в таких цветах, потому что это говорит о том, что мы всегда дисциплинированы, сдержаны. У нас вот у Оригуса наш фирменный цвет синий. Да, значит, вы как раз-таки несете вот такую эмоцию, ценность этого. Вау, здорово, мы здесь родились. Ладно, дальше голубой, невестный голубой. Да, он тоже будет как раз-таки о том же, только чем светлее, тем как будто бы свежее. Свежесть, как будто бы, да, морозность какая-то такая. Какой-то у нас следующий образ есть еще? Темный, это про то, что я говорила, дресс-код. Что-то похож вот, ну, что-то с вами, да, связано. Ну, вообще, да, у всех вышестоящих, кто занимает должность, у всех руководящих, да, у них всегда и синий-черный костюм. То есть вы советуете такие? Конечно, да, да, да. Дальше. Дальше эмоции будут определены. Ох, желтый! Да, цвет счастья, радости. Новое утро! Да, энергия. Это, конечно, всегда, это про молодежь, это всегда про стремление какое-то, да, это всегда такое радость, счастье. Почему шарики, любимые после красного, всегда желтые у детей, поэтому желтые, это всегда про это. И смотря, ну, допустим, если будет сильно ярко, да, это все про молодежь, а если мы будем разбилять, то есть это будет уже достаточно и женщинам в возрасте использовать. Людмила, я вот, это очень интересно, я прямо сейчас слушаю вас и понимаю, что действительно вот я неосознанно выбираю себе цвета по настроению, вот это правда. Но и более подробно понять, какой цвет несет в себе какую эмоцию, предлагаю, дорогие зрители, посмотреть рубрику с Людмилой Бубенцовой, которая рассказывает о цвете в нашей рубрике. Смотрите. С вами Людмила Бубенцова и тема сегодняшней рубрики – это цвет, его влияние на образ человека. Цвет – это мощный инструмент при создании вашего образа, он бессознательно вызывает те или иные эмоции, чувства и ассоциацию человека, и поэтому важно учитывать, какой цвет вам необходим, чтобы произвести нужное впечатление. Если вы выбираете светлую палитру, это всегда про спокойствие, легкость, нежность, романтичность. Вот почему имиджмейкеры-стилисты рекомендуют детским психологам использовать в своих образах спокойные светлые оттенки. Им будет легче устанавливать контакт и коммуникацию с ребенком. Темная палитра – это всегда про силу, мощь, тайну, власть, отстраненность. Наверняка вы замечаете, что люди, кто занимает высокие должности и имеет высокую степень консервативности, всегда в темных костюмах. Чаще всего черного цвета. Это всегда про власть. Даже обычный галстук в благородном бордовом цвете всегда будет вызывать эмоцию силы и мощи. Холодная палитра – это про сдержанность, отстраненность и контроль эмоций. Рекомендуют использовать в деловой сфере. Там как раз выключаются эмоции, и основная цель – включить интеллект и разум. Если вам нужно быть собранным, проявлять какие-то свои деловые качества, то сдержанные цвета будут хорошей базой в вашем гардеробе. Теплая палитра – это цвета антидепрессанты. Все оттенки от желтого до красного вызывают эмоции тепла, энергии, оптимизма. Очень сильно располагают к общению. Вы знаете, если бы воспитатели детского сада использовали своих образов в желтый или оранжевый цвет, дети бы с большим удовольствием спешили в детский сад. Ну и, конечно, яркая палитра. Это про бурю эмоций. Призыв, креативность, демонстративность. Такую палитру используют очень уверенные люди, которые хотят показать свое творчество. Такие цвета вызывают, если не восхищение, то точный интерес. Организаторы мероприятий в ярких цветах бессознательно вызовут у вас доверие. И вы точно поймете, что ваш праздник будет незабываемым. Цвет – это инструмент, это эмоциональный настрой и посыл для человека. Нужно лишь грамотно научиться пользоваться, чтобы вызывать у людей нужные, соответствующие вашей деятельности эмоции. С вами была Людмила Бубенцова. До встречи! Новое утро снова с вами. Я напоминаю, у нас в гостях Людмила Бубенцова, миджмейкер-стилист. Только что мы узнали более подробно о цветах. Продолжим. У нас остался последний. Любимый, зеленый. Вот ассоциация с жизнью. Да. Жизнь, гармония, спокойствие. И, знаете, даже врачам, кардиологам рекомендуют иметь зеленые именно костюмы, потому что это очень благоприятно действует на пациентов. Представляете, как это важно? Чего себе? Да, почему спа все, они тоже используют зеленые цвета. Как это в образах отражается? Ну-ка. Чем темнее, это всегда про благородство, про дорого-богато статус. А если чуть светлее? Чуть светлее, это будет, это знаете, вот как трава. Я люблю все сравнивать с природой, когда трава молодая, зеленая, она самая-самая. Вот это вообще какой-то цвет? Это тоже зеленый? Да, да, да. Такой проспокойствие, чуть чем-то похож на голубой. Да, здесь проспокойствие на самом деле. То есть выбирая, ой, это бархат. Да, бархат в сочетании фактуры и цвета, вот это прям про роскошь, про статус, это все вот здесь. Вот, Людмила, вот мы сейчас узнали очень много на самом деле о цветах, о том, как это, о боже мой, здесь просто вырви глаз, да? Да, да, да. Это вот та история с фуксией, да, с красным цветом. Да. Вау-эффект. Да, но здесь это просто тоже про энергию, очень много энергии в этом, очень много молодости. А, молодости. Это цель, как зеленая трава, это вот про это. Хорошо, а если вот я в такое наряжаюсь, то потом, если опасно, что я буду через 40 минут кого-то раздражать? Нет, зеленый не раздражает. Это единственный цвет, который вызывает спокойствие, бессознательно. Интересно. В общем, столько тонкостей, столько всего увлекательного, интересного. Ну вот, Людмила, вот давайте какой-то подведем итог по цветам. Что вы можете посоветовать нашим зрителям, вот выбирая себе наряд? Какое впечатление? И вот если я хочу пойти, например, на очень важную встречу, где я хочу одновременно произвести и вау-эффект, и показать свою, не знаю, вот значимость, ум, интеллект. Ну, вообще, на самом деле, вам, вы креативная достаточно личность, поэтому вам можно использовать различные цвета, чтобы произвести вау-эффект. Вы их можете миксовать между собой, сочетать, и везде будете нести одну и ту же эмоцию, эмоцию, вот этот драйв, энергичность, потому что вы креативная личность. О, спасибо. А смотря, видите, кто? Эксперт кому-то нужен. Ну, вы сможете сразу вот человека вот посмотреть на него первые 10 секунд, сразу понять, что ему нужно, да? Конечно. Что он хочет передать? У вас третий глаз! Где он? Покажите! У вас суперсила! Здорово, потрясающе! Я, если честно, мой мир сегодняшнего дня не будет прежним. Я прям вообще, я теперь буду применять ваши вот эти советы в жизни. Дорогие друзья, вы не переключайтесь, далее у нас небольшая рубрика. Мир гораздо интереснее, чем он может показаться на первый взгляд. Даже самые обычные вещи и понятия иногда оказываются очень непростыми. Это интересный факт обо всём. И вот вам порция интересностей на сегодня. Глаза кроликов уникальны тем, что благодаря их расположению животное может видеть даже то, что происходит у него за спиной, не поворачивая головы. Долгожителями среди домашних животных являются черепахи. Они иногда живут по сотне лет. Так, Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции, скончался в 1882 году. А его домашняя черепаха Гриетта умерла в 2006. Слух у собак примерно в 10 раз более острый, чем у людей. Нельзя давать собакам шоколад. Они его любят, но он для них вреден и даже опасен. Такие домашние животные, как крысы, существа очень социальные. Поодиночке они чахнут от тоски. Их всегда нужно держать хотя бы по двое, как минимум, чтобы у них была компания. Это были интересные факты обо всём. Увидимся в новом утре. У меня найдётся ещё пять удивительных историй для вас. Люди формируют свои впечатления о нас потому, во что мы одеты. То есть нас действительно встречают по одёжке. Да уж, звучит банально, но, тем не менее, продолжает оставаться истиной. Мнение, основанное на зрительном впечатлении, может быть абсолютно ошибочным. Но нравится нам это или нет, люди действительно судят нас прежде всего по внешнему виду. Согласны? Конечно. Ещё бы вы не были бы согласны, да, Людмила? Ну скажите, Людмила, вы как имиджмейкер-стилист, который, я думаю, вы прямо несёте миссию свою такую, что одежда – это продолжение людей, и учите этому. Можете дать какой-то совет нашим зрителям, рекомендации, как правильно показывать миру себя через одежду? Первое, конечно, с чего нужно начать – это проанализировать свой текущий имидж. То есть вы должны просто выбрать пять прилагательных про себя, какая я сейчас. Прямо посидеть, порефлексировать, записать, пять прилагательных выписать, вот такая я сейчас. Потом желательно обратиться к другим, к своим друзьям, в соцсети, провести какой-то опрос, какой вас видят другие. И тоже выписать эти пять ключевых прилагательных и посмотреть, совпадает ли, какая вы и какой вас видят, есть ли общее. А третье самое важное – написать желаемый имидж. То есть вы пишете, какой я желаю быть, и прямо выписать тоже эти пять прилагательных, и ориентироваться на эти пять прилагательных. То есть вы идёте в магазин, вспоминаете свои пять прилагательных, какой я хочу быть, смотрите на вещь, характеризуете, есть ли эти прилагательные в этой вещи, и думаете, покупаете вы или нет, ваше она или нет. Как всё просто! Боже мой, Людмила, вы просто действительно всё простое, гениально. И что я хотела задать вопрос, я сразу начала составлять этот пять список этих вопросов, вот точнее пять прилагательных, да. А вот скажите, нужно ли нам, людям, гоняться за этими трендами? Нет, конечно, вы должны всё чувствовать здесь, что у вас тут, какая вы. На самом деле это вы и придумываете эти характеристики себе. А имидж, он просто подстраивается уже под вашу деятельность, вот и всё. Боже мой, вы сейчас сняли такой груз с моих плеч, потому что я всегда думала, боже мой, я вне тренда. Я вот, оказывается, как важно быть самой собой, знать и чувствовать свою индивидуальность, а тренды это уже, да, потом. Дорогие друзья, с нами была Людмила Бубенцова, имиджмейкер-стилист, и это утро действительно стало для меня по-настоящему открытием. Спасибо вам большое. Прямо я чувствую себя, как этот пиджак, вот прямо энергично, радостно, дружелюбно. Дружелюбно, да. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Людмила Бубенцова, имиджмейкер-стилист, и она вам рекомендует быть самим собой, как я поняла, да? Не прощаемся, увидимся завтра, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»